Дорогие друзья, с вами Яна Федорова. И сейчас я вам покажу, тут у меня такой интересный получился момент. Вот у меня здесь в этих пакетиках хранились ровно полгода, целых 6 месяцев. Клубенечки, которые я не успела с осени еще продать. Я просто про них забыла, они у меня в коробке так, можно сказать, забытые валялись. И смотрю сейчас, а там еще росточки, они еще живые. Я просто сейчас попытаюсь их спасти, чисто для чего? Для того, чтобы, это очень ценные сорта у меня, чтобы получить с них все-таки листья на разведение. Вот тут такая глоксиня, клубенечек очень сильно изрос, но он живой. Видите, как хорошо она сохранилась. Клубенечек хоть и маленький, видите, я продаю маленькие клубенки, но полгода он пролежал в таких условиях, совершенно забытый. Земля уже почти высохла, но тем не менее, он сохранил жизнь. Так что я его сейчас посажу. Это череп Лизард сорт. И я его спасу для того, чтобы получить листья. Посажу я его на бочок, потому что у него росточек вон уже как в другую сторону повернулся. Поэтому я его вот так, чтобы росточек хорошо развивался дальше. Конечно, он уже не будет таким хорошим кустом, розеткой, которым мог бы быть. Но тем не менее, мне же, в общем-то, не на выставку его нести, а мне просто нужно получить посадочный материал, так как это очень ценный сорт, и он тяжело разводится, мне нужны как можно больше листиков, потому что клиенты обожают этот сорт череп Лизард. Поэтому приходится спасать даже такую ситуацию. Все, полью его маленько. И займусь следующим сейчас. Оставлю его. Он, конечно, будет уже так, как росточек вытянутый, он будет вот так уже потом расти и свисать. Но для получения листьев, в принципе, это не имеет такого уж большого значения. Хоть розетка и испорчена, но для листьев это вполне сойдет мне. Так что вот так будем поступать мы. Я, честно говоря, еще не разворачивала сама, не смотрела, что там. Я просто увидела, что там росточки зеленеют. Думаю, надо бы спасти эти сорта. Вот не продала осенью, а сейчас их приходится, так сказать, ума им придавать. Как-то выбросить, в общем-то, не поднимается рука. Тут у нас такой клубенек «Морская принцесса». Но он весь в земельке. Ладно, может быть, я его как-нибудь полю, и он обмоется. Тоже маленький клубенечек. Он немножечко уже и поддряб, потому что, ну, все-таки 6 месяцев, и земля прилично уже высохла в этом пакете. Но он дал довольно сильный росток. Так что вот какие мои глоксини жизнеспособные. Даже такие маленькие. И «Морская принцесса» тоже очень хороший сорт. Цветоносы у него крепкие. Цветы держит хорошо. Вот он чем-то похож на вот эту вот изобель. Но кайма, сама синяя кайма, у него гораздо выраженнее и шире. Тоже такой прям, ну, нравится мне этот сорт. Цветоносы крепкие, розеточка аккуратненькая. Ну, вот так я с ним поступлю. Вот так посажу. Сейчас попробую промыть его зелененький стволик. Немножко отмылся. Ну, в принципе, он очистится. Потом начнет расти, и все это очистится. Все это тоже так же оставлю. Так, мне надо бирку не забыть. Это «Морская принцесса». Чтобы у меня сорт не спутался. Так, бирку. Вот так, настолько крепко приклеена. Ладно, я потом сделаю это по-своему. Сейчас лишь бы не перепутать во время посадки. Так, а это «Черри Близзард». Дальше «Мисс Очарование». Так, посмотрим, что с ним. Та же самая история. Вполне себе живой клубенек. Видите, 6 месяцев в таких условиях. Так что не бойтесь заказывать по почте клубеньки. У кого бы то ни было. Потому что, ну, вполне, это не листья, они вполне 6 месяцев в таких даже условиях и то сохранили жизнь. Вот что значит клубеньки все-таки. Клубеньки – это не листья. Поэтому я и продаю клубеньки, что с листьями гораздо труднее. То ли дойдут, то ли не дойдут. А клубеньки я всегда точно знаю, что дойдут. Лишь бы не замерзли. Или где-нибудь не положили их куда-нибудь в горячее место. Ну, это, конечно, маловероятно. Но, тем не менее, мало ли. Вот мы на базе покупали, семена закупали. Там были люди тоже, и они покупали луковичную. Луковичные гладиолусы, там что-то еще. И, значит, муж жене говорит. Смотри, на, положи эту коробку с луковичными в машину. Ну, смотри, не положи у печки, а то как тот раз сожгешь все луковицы. Вот что-то такое может приключиться. Всякие разные непредвиденные обстоятельства. Ну, главное, чтобы не замерзли пока идут. Потому что все-таки сейчас, ну, с 1 апреля, как бы, я начинаю всегда высылать. Но такая погода у нас сейчас по ночам. Минус 5, 10 даже бывает. Это не годится. Еще рановато. Может быть, даже в этом году начну с апреля 10. Заказов очень много, поэтому не обижайтесь, кому я не отвечаю, кто не может дозвониться, дописаться до меня. Потому что, ну, все дни все-таки уделяешь все время обработке этих клубней. Все собираешь, делаешь, готовишься. Ну, заказов очень много. Я даже не знаю, как я с ними разберусь. Так что вот, вот так вот я поступила с ними. И дальше буду наблюдать, как они будут расти. Ну, практика моя показывает, что так, как я сказала, так оно и будет. Получу я с них листья, потом получу я с них и клубеньки побольше. И все это пойдет в дело.